Здравствуйте! Давайте попробуем упростить выражение 5 корней квадратных из 117. Число 117 не является полным квадратом. Давайте разложим это число на простые множители и посмотрим, может, найдутся множители, которые будут содержаться в этом числе больше одного раза. Сразу видно, что 117 – это нечетное число, потому что 7 на 2 нацело не делится. Для того чтобы узнать, делится ли число на 3, нам нужно сложить все цифры этого числа. И если их сумма кратна 3, то и само это число тоже кратна 3. Сумма цифр этого числа равна 9. 9 кратна 3. Значит, и 117 кратна 3. Давайте разделим 117 на 3 и узнаем, чему это равно. 3 ни разу не содержится в 1. В 11-ти 3 содержится 3 раза. 3 умножить на 3 – это 9. Вычитаем в остатке 2. Сносим семерку. В 27-ти 3 содержится 9 раз. 9 умножить на 3 – это 27. Вычитаем и в остатке 0. Значит, 117 мы можем разложить на 3 умножить на 39. 39 можно разложить. 39 кратна 3. 39 – это 3 умножить на 13. Все эти множители – простые числа. Можно сказать, что это выражение равно 5 умножить на корень квадратный из 3 умножить на 3 умножить на 3. 3 умножить на 3 умножить на 13. И это то же самое. Мы это знаем из свойств степеней, что и 5 умножить на корень квадратный из 3 умножить на 3 умножить на корень квадратный из 13. Чему равен корень квадратный из 3 умножить на 3? Это то же самое, что и корень квадратный из 9, или корень квадратный из 3 в квадрате. А это равно 3. Эта часть выражения равна 3. И мы получили выражение 5 умножить на 3 умножить на корень квадратный из 13. Эта часть будет равна 15 умножить на корень квадратный из 13. Решим еще один пример. Давайте попробуем упростить такое выражение. 3 умножить на корень квадратный из 26. 26 – это четное число, оно делится на 2. Мы можем разложить 26 на произведение 2 и 13. Мы закончили разложение на простые множители, потому что и 2, и 13 – это простые числа. И мы видим, что число 26 не содержит в себе полных квадратов. Мы не можем записать 26 как произведение какого-то числа и полного квадрата, как мы это сделали в предыдущем примере. 117 равно 13 умножить на 9. Это произведение полного квадрата и 13. 26 мы не можем записать как произведение полного квадрата и какого-то числа. Мы не можем сократить это выражение. Оставляем его так, как есть. 3 умножить на корень квадратный из 26. На этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...